Привет всем, мои дорогие! С вами Таурус2190, и это такое себе незапланированное включение, вызванное одной громадной шишкой в заднице, из-за которой всё моё летсплейное будущее может пойти коту под хвост. Мне с самого начала сопутствовали неприятности, то рассинхрон, то баги эмулятора и проблемы с записью голоса, но я достойно со всем этим справлялся. Проблемы остались бы в ближайшем будущем, в виде того, что много уходит времени на монтировку, редактирование, того, что испортилось какими-то глюками, качество видео и звука по-прежнему неважно, и с этим надо одновременно и смириться, и бороться, то бишь в этих сложных условиях всё равно стараться как-то улучшать качество летсплеев. Но тут я узнал о проблеме авторских прав на ютубе. После заливки второй части летсплея контры, рядом с видео появилось предупреждение, что, мол, моё видео нарушает каким-то образом авторские права компании Konami, и что это не влияет на статус аккаунта. Ну, я и подумал, что это сообщение в порядке вещей, и просто его проигнорировал. Вчера я заливал пятое видео финальное. Там во второй раз выскочило это предупреждение, и на 15 минуте 53 секунде видео тупо исчез звук. Я думал, что это никак не связано с предупреждениями, вот, что... ...нарушил права. Я пробовал заливать через другой браузер, отключал антивирус, мало ли думал, в чём проблема может быть. Но только не в этом. Вот. Но результат один и тот же, на одной и той же секунде выключается звук. Итак, я удалил это видео и стал гуглить. И, как я прочитал, при третьем предупреждении мой аккаунт будет заблокирован, и все видео будут удалены. Прощай карьера летсплеера. Раньше я предположить не мог, что всё так плохо. Строго. Очень строго. Я, можно сказать, наоборот, рекламировал игры, а не подрывал каким-то образом дела компании. Теперь я даже не знаю, что делать дальше. С одной стороны, возможно, всё это выборочно. С Чипеделлом не было ведь таких проблем. С Контрой в двух из пяти видео. Система как-то распознаёт именно визуальную часть игры. Я мог бы забить и удалить нафиг всё пятисерийное прохождение игры, но на неё ушло столько сил, и вы это смотрели. Кроме того, почему бы не возникнуть таким жалобам в мою сторону и при прохождении других игр. С этим надо как-то бороться. Я общался в ВКонтакте с одним небезызвестным человеком под ником Александр Плав. Вы можете знать его по каналу Rusgame Tactics. Он сказал, что с такой проблемой сталкиваются все каналы, где в большом количестве выкладывается разнообразный контент. И посоветовал оспаривать жалобу. Сказал, что, мол, в моём случае это единственный вариант. Но я так и не понял, на каком основании я могу настаивать на том, что жалоба на мой летсплей беспочвена. Я так и не понял, как с этой проблемой справляются известные летсплееры, чьим каналам уже по несколько лет. Явно там у них есть какие-то способы борьбы с этим. Но мне кажется, что этим секретом никто особо поделиться не захочет. Может быть, вы знаете какие-то способы борьбы с этим. Напишите, пожалуйста, если так. Не хочется стоять на одном месте, надо же продолжать заливать видео и так далее. Кстати, интересно, не пропадёт ли звук в этом видео. Если пропадёт, значит каналу уже жопа. И надо создавать новый. Летсплей контры было бы очень обидно удалять. Игра оказалась в разы сложнее Чипа Дейла. Я даже мог бы гордиться тем, что, хоть с такими мучениями, но прошёл игру. Большинство летсплеев контры, что я видел, летсплееры или использовали код Konami, который даёт 30 жизней, или сохранялись буквально каждые несколько секунд, чтобы при любой смерти перезагрузиться где-то рядышком. Мне такие летсплеи не нравятся, в них абсолютно, как по мне, нет смысла. Как я и говорил, я стараюсь делать летсплеи с вызовом, не используя таких читов, чтобы прохождение было интересным. Единственное, в чём могу себя обвинить, так это в том, что я сохранялся между уровнями и при смерти перезагружался в начале уровня. Но в противном случае, мне бы просто не хватало продолжений до конца игры. Прохождение контры заняло бы у меня полгода. Я бы запомнил уже наизусть все уровни и препятствия, и может быть даже в конце концов прошёл её, но это слишком много времени. Контр слишком сложная игра для меня, чтобы проходить её вообще без сохранений и загрузок. Мне даже неловко под конец просить вас подписаться, потому что я не уверен за своё будущее. Ужасно обидно. Поверьте, мне совсем не хочется разочаровывать своих зрителей, и тем более подписчиков. Я очень уважительно к вам отношусь, и в ответ на ваши подписки стараюсь сделать так, чтобы вы не пожалели о своём выборе. Но сейчас я правда даже не могу ручаться за то, что будет дальше. У меня так горели глаза. Да, действительно появилось хобби. Я такой кайф испытывал от этого занятия, от того, что кому-то действительно интересно смотреть то, что я делаю. Это даже какое-то признание, я не знаю. Я строил планы на будущее, представлял, как я изменюсь через год, сколько у меня будет подписчиков. И так в один момент все может нахер перечеркнуться. Что ж, спасибо за ваши просмотры. Оставляйте комментарии и советы, особенно если вы не понаслышке знаете, как бороться с этой проблемой, якобы нарушения авторских прав. Не знаю, когда появится следующее видео, и появится ли вообще. Буду на это надеяться. Вы только не спешите меня забывать и отписываться от моего канала. Пока еще буду бороться, искать выход из этой ситуации. Сегодня, пожалуй, попробую спорить жалобу. Спасибо, друзья. Запомните меня молодым и веселым. До встречи. Будем надеяться, что... До скорой встречи. До скорой встречи. До скорой встречи.